Рабочие и необходимые поездки. Глава региона навестил жителей Коткина и Нижней Пёши. Изучить проблему изнутри и принять решение. Депутат Государственной Думы завершила свой пятидневный визит в Нинский округ. Передали полномочия города и Заполярного района округу. Состоялась 69-я сессия окружного собрания. Заключительная сессия собраний депутатов НАУ нынешнего созыва стала обширной. Окружные парламентарии постарались закрыть все оставшиеся вопросы. Несколько статей свода законов округа внесли изменения. Но, пожалуй, главным стал проект закона о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований и органами государственной власти Ниньского округа. Вопрос о перераспределении полномочий между муниципалами и округом назрел уже давно. Обсуждался законопроект долго и бурно. Его цель – перезагрузка системы управления в регионе, которая положит конец одной из самых главных системных ошибок – бесконечному дублированию чиновничьих функций. Управленческая цепочка станет короче и, как следствие, принятие решений станет быстрее и эффективнее. Договорить об эффективности нашего управленческого механизма, к сожалению, не приходится. Он как раз и характеризуется своей неэффективностью за счет ненужных дублирующих другозвеньев. Другие цели законопроекта – обеспечение сбалансированности бюджетных доходов и расходов на муниципальном уровне, устранение сложных и длительных процедур финансирования вопросов местного значения из окружного бюджета. Как предполагается, часть полномочий, финансирование которых осуществляется из бюджетов муниципальных образований, останется у муниципалов. Остальные перейдут на окружной уровень. Мы также уйдем от длительного согласования и выделения бюджетных средств из окружного бюджета на решение вопросов местного соуправления. К сожалению, до рассмотрения этого вопроса и доведения денег до назначения уходит по три, по четыре, а иногда по полгода. Закон нужен в целом сам. Я сегодня специально выступил, зачитал речь, часть речи, текст выступлений президента Российской Федерации, в части того, что полномочия должны, с одной стороны, должны перераспределиться, но в то же время они должны перераспределиться в стол с чувством с расстановкой. Не так быстро, как мы это на данном этапе сделали, к сожалению. Органы власти, сами жители должны участвовать в этих процессах. Депутаты выслужили самые разные мнения. В дискуссии приняли участие и представители муниципальных образований. В итоге большинством голосов окружной закон был принят в двух чтениях. Решение принято верное. Мало того, оставлен переходный процесс сам по себе как в законе, так ещё и договорной процесс не завершён. До 20 октября стороны вполне могут обсудить ещё вопросы. Этот законопроект приняли. Мы его реализовываем, потому что в октябре уже нужно формировать бюджет. То есть нельзя там уже оттягивать куда-то. И всё. И я думаю, люди, именно жители округа, это оценят. Оценят, что меньше станет передачных механизмов. И все займутся своими полномочиями. Депутаты сошлись во мнении, что такие полномочия, как дорожное хозяйство и строительство жилья, нужно передать от муниципальных образований округу. Вопрос вызвали лишь два из них – образование ЖКХ. Обсуждение по ним решили продлить до 20 октября. Ирина Цепитова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Рабочие поездки главы региона по населённым пунктам округа продолжаются. Игорь Кошин навестил жителей Коткина и Нижной Пёши. Делегация гостей приняла участие в торжественном освещении часовней и открытии физкультурно-оздоровительного комплекса. Знакомиться с небольшой деревней делегация администрации округа начала с учреждений. Здесь всё, как и во многих других населённых пунктах – школа, сад, спортивный комплекс, дом культуры. Из разговора с педагогами и учителями глава администрации узнал, чем живут люди и что их волнует. Живу я очень хорошо. Я приехала сама из Мариэл. Я третий год уже здесь работаю. Я учитель английского языка. Так, ну, живу я пока в гостинице. А так мне всё нравится здесь. Жители очень добродушные, приветливые. Дети, учителя приняли меня очень хорошо. Работы жителей Коткина обеспечены. Жильё, хоть и не своё, имеется. Для полного счастья не хватает часовни. Такая мысль завитала в воздухе ещё в 2008 году. Строили молельный дом, что называется, всем миром. Деньги на строительство собирали все жители. Частные предприниматели заказали сруб из коми. Ниньская нефтяная компания приобрела внутреннее убранство. Возводили часовню своими силами. Сами же обустроили внутренний интерьер. Я обязательно пришлю священник, который ваших деток покрестит. Те, кто ещё не отпет и совершит поминовение, поможет людям духовно. Слава Богу, времена созидания наступили для нашей северной земли. В этом году отремонтировали и мост, что ведёт на кладбище. Теперь провожать усопших последний путь можно и во время паводка. Очень ждали, подстрелили. Сейчас будем ходить на музей. Часто будете ходить, да? На кладбище ходим. Часто ходим, не зайдём. Будем заходить, свечи ставить. Светы поставим, молитвы покидаем. Постепенно меняется качество жизни поселения. Этим летом полностью отремонтировали отопительную систему. Подключили последние 16 домов. Готовы два участка под четырёхквартирные дома. Их строительство планируют начать в следующем году. Сегодня во главу угла жители села ставят строительство фермы. Очень надеемся, что уже года через три мы также откроем свою новую ферму. Это новые рабочие места. Это совершенно современная технология, которая позволяет привлечь на ферму молодых. А появятся молодые, значит появятся новые семьи, продлутся жизнь в селе. В Нижней Пёше, куда затем отправилась делегация, маршрут начался с физкультурно-здоровительного комплекса. Официально открыть спортивное сооружение было решено к приезду гостей. ФОК для жителей Нижней Пёши стал по-настоящему долгожданным. Его сдали с большим отставанием в сроках. Однако всё закончилось благополучно. И после регистрации спорткомплекса его смогут посещать все желающие. В распоряжении жителей большой спортзал, теннисная и тренажёрная комната, вспомогательные помещения. Мне хочется пожелать, чтобы здесь всегда было шумно. Чтобы здесь всегда была возможность заниматься и у детей, и у взрослых. И мне очень бы хотелось бы, чтобы данный спортивный объект стал таким очередным центром жизни Нижней Пёши. На очереди к сдаче двухэтажная школа на 110 мест. Но подрядчик не укладывается в сроки, поэтому новоселье откладывается до следующего года. А вот строительство многоквартирного жилого дома идёт по графику. В скором времени 12 семей смогут улучшить свои жилищные условия. Валентина Чибичек, Сергей Качегов, Телеканал «Север». Вместе с главой региона по населённым пунктам ездила и депутат Государственной думы Елена Вторыгина. В рамках пятидневного визита парламентарий побывала в посёлках Красное, Оксино, Коткино и Нижняя Пёша. Напомним, в Государственной думе Елена Вторыгина представляет интересы Архангельской области и Ниньского округа, а также является членом комитета по земельным отношениям и строительству. Вот как прокомментировала депутат итоги своей поездки. «Чтобы поработать депутатом, нужно на земле поработать. В своей Архангельской области я уже там нет деревни, в которой я не побывала. Точно так же я хочу работать и в округе. Поэтому вот эти поездки, которые были у нас и в Красное, и в Оксино, и в Коткино, и в Нижнюю Пёшу, они дают колоссальный депутату урок в нашем законодательстве, в федеральном, вещи, которые нужно менять. И которые я сейчас возвращаюсь в парламент. У нас, знаете, уже 16-го числа на заседание парламента, осенние сессии, вопросов масса. И, безусловно, я в профильные комитеты, вот в образование, в здравоохранение, там, в комитете по строительству я сама работаю, да, обязательно этот вопрос там подниму. Буду это отрабатывать, что называется. Я увижу в округе сегодня очень большие возможности. У нас очень большие возможности. Поверьте мне, что мы в скором времени будем лучшим субъектом Российской Федерации. Потому что суть для этого есть. Мы снова прервемся на небольшую рекламу. И вот о чем пойдет речь сразу после нее. На дорогах безопасность прежде всего юных участников дорожного движения учат правилам поведения на дорогах. Сеялись, сажали, урожай потеряли. Хозяева одного из огородов в поселке Искатели лишились части урожая картофеля. По словам полиции, такие случаи в округе отнюдь не редкость. Боулинг-клуб «Страйк» приглашает провести незабываемый отдых всей семьей. Бильярд, боулинг, аэрохоккей, баскетбол, экзофильмы 6D. Боулинг-клуб «Страйк», Первомайская, 7А, телефон 4-64-46. Информация для жильцов многоквартирных домов. Если вы нанимаете квартиру, которая является муниципальной собственностью, вы не можете принимать участие и голосовать в собрании собственников многоквартирного жилого дома. Это обязанность муниципального образования. Оно также несет ответственность за содержание квартиры. Если у жильцов дома есть претензии к управлению или содержанию многоквартирного жилого дома, где есть муниципальные квартиры, они должны обратиться в муниципальный жилищный контроль. Такие структуры есть во всех администрациях муниципальных образований округа. Адреса и телефоны жилищного контроля размещены на сайтах муниципальных образований, Гостро и жилнодзора округа и опубликованы в средствах массовой информации. Воспитывать правила дорожного движения надо с самого детства, уверены инспекторы ГАИ. На выездном заседании Кружной комиссии по безопасности дорожного движения руководители общественных организаций и школ подвели итоги проделанной работы. Традиционно в начале учебного года с детьми и родителями проводится инструктаж на знания ПДД. Для юных участников дорожного движения год назад в Доме детского творчества открылось объединение юных инспекторов дорожного движения. На занятиях ребята с 1 по 5 класс познают все секреты дорожной азбуки, учатся быть грамотными пешеходами, правильно переезжать зебру на велосипеде и пользоваться светофором. От себя лично, от всего коллектива государственного управления инспекции Нинескоавтономного округа хотелось поблагодарить вас за то, что вы проводите такую работу. В первую очередь вы воспитываете себя, во вторую очередь это вы показываете пример своим сверстникам. Вы не допускаете нарушений правил дорожного движения. Сняли чужой урожай. Ночью 10 числа неизвестные приехали на огороды в районе искателей и выкопали более 60 ведер картошки. Хозяева огорода не ожидали такой участи своего урожая и незамедлительно обратились в полицию. Хоть такие случаи в городе не редкость, полиция приняла необходимые меры. Несмотря на плохую погоду в этом году, огороды дают плоды. Хозяева ухаживали за своим урожаем, удобряли и надеялись хоть на небольшой урожай. Зоя Гамкиф даже не думала, что выращенный с таким трудом картофель будет лежать не на ее столе. Воришки заметили ухоженные участки и, воспользовавшись отсутствием охраны, украли корнеплоды. Вы сами понимаете, что люди работают, а кто-то бездельничает, а приехали и сняли урожай. Им нужно свои семьи кормить. Ну это как получается? Я просто не понимаю. Тут самое главное душевный ущерб. Дело в том, что я сюда на огород приводил и детей своих, и внуков сейчас привожу. Когда сажаем, когда что делаем, и они набираются и знают, что картошка не на деревьях растет. Обидно. В душу наплевали. Не только мне, но и тем, кто помогал мне. Пропажу обнаружили утром. По словам хозяев, накануне шел дождь, и когда они приехали на огород, то увидели перекопанную сухую землю. Предположили, что урожай выкопали ночью. Более 60 ведер с двух участков. Огородники написали заявление в полицию. В ту же ночь патрульные отправились по указанному в заявлении маршруту. Сотрудники полиции осуществляют патрулирование в районе участков местности с целью выявления и пресечения преступлений, предусмотренных статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». По данному факту в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. По этому маршруту сотрудники полиции будут ездить каждый день, ведь хозяевам еще предстоит снимать урожай. Закир Вафин, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Оставайтесь с нами, и вот о чем пойдет речь сразу после рекламы. Как связаться с родными через компьютер и сеть интернет? Уже несколько лет на базе городской библиотеки работает компьютерный класс. Люди высокого возраста обучаются грамоте молодого поколения и отбирают конкурсантов на всероссийские соревнования. Пчеловоды Алтая и Башкирии приглашают жителей округа посетить выставку-ярмарку меда «Счастных пасек». В ассортименте большой выбор свежего меда. Ждем вас до 26 сентября ежедневно с 10 до 20 часов в торговом центре «Нарабочий 4А». Магазин «Строймастер». Новость для будущих выпускников. Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки рассказали, как в следующем году будет проходить единый экзамен по иностранным языкам. Ко всем прочим разделам экзамена добавится говорение. Устная часть состоит из четырех заданий разного уровня сложности. Все они рассчитаны на то, чтобы школьники смогли показать навыки речи. На четыре вопроса дается 15 минут. На экране будет таймер, поэтому школьники смогут видеть, сколько секунд у них есть в запасе. Никаких экзаменаторов собеседников не будет. Читать, отвечать на вопросы, вести диалог надо с компьютером. Аудиозапись экзамена проверят эксперты. Критерии уже разработаны, но специалисты допускают, что не все эксперты, которые научились проверять письменные задания ЕГЭ, могут оценить устную часть. Поэтому в конце сентября будет проведена учеба для педагогов, которым предстоит работать на экзамене по иностранному языку. Если качество звука будет плохое, выпускник вправе вызвать специалиста или подать апелляцию. Устная часть ЕГЭ будет сдаваться на добровольной основе, но оценки за устную и письменную часть в любом случае суммируют. Искусство для каждого. В культурно-деловом центре Арктика прошел день открытых дверей. Выбрать себе занятие по душе мог любой желающий. А тех, кто так и не смог определиться с направлениями, ждут в группы в течение сентября. Что предлагает культурно-деловой центр творческим людям в нашем сюжете? Каждый год на день открытых дверей в КДЦ придумывают что-то новое. В этом году изюминкой стала презентация, транслируемая на новые светодиодные экраны. На них показали все коллективы, давая возможность гостям познакомиться с их творчеством. Сегодня в культурно-деловом центре работают более 10 танцевальных и вокальных групп. Вот уже пятый год подряд культурно-деловой центр объявляет набор в коллективы. И сегодня мы, не нарушая традицию, вновь набираем новых, так сказать, жителей, наверное, в наш дом, который носит такое красивое название, как культурно-деловой центр. После знакомства со всеми коллективами, каждый желающий мог задать интересующие вопросы о репертуаре творческих групп. Здесь занятия по душе может найти каждый. Танцы, клуб-уркоделия, дизайн-студия, эстетическая гимназия для малышей. Любители вокала уже ждут педагоги с многолетним опытом. Самый богатый инструмент – это человеческий голос. А для того, чтобы им овладеть, это нужно заниматься годами, десятилетиями, я бы сказал, до конца своих дней. И многие, кто не изменяет этому, добиваются колоссальных успехов. Приверженцы танцевального искусства тоже имеют большой выбор. Для них направление от бальных танцев для самых маленьких до современных. Например, в шоу-тайм юноши и девушки учатся работать в команде, без чего не станцевать хип-хоп или брейк-данс. Современные танцы, они именно идут как в группе. Вот именно хип-хоп и брейк-данс, потому что везде нужно чувствовать поддержки. Ну, так же, как в бальных, ты же не можешь бальные танцы танцевать один. Как бы индивидуально с тобой можно позаниматься, но это будет все равно не то. Также в современных танцах можно дать какую-то базу одному человеку, но чтобы это полноценно смотрелось как танец, нужно работать командами. Набор в творческие группы идет в течение сентября. Коллективы с радостью примут вас, и вы сможете развивать в себе творческие способности. Закир Ваффин, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. «Цифровое сияние» по таким названиям проходит ежегодный конкурс компьютерной грамотности среди людей высокого возраста. Мужчины и женщины соревнуются в знаниях программы Microsoft Word, навыками работы в сети интернет и умением печатать на клавиатуре. С 2011 года в Центральной библиотеке города открыт компьютерный класс для людей высокого возраста. Желающих познать грамоту молодых, обучают азам работы с компьютером и всемирной сетью интернет. Оценивают достижения и отмечают успевающих руководителей класса каждый год на конкурсе «Цифровое сияние». «Все, кто прошел обучение, получили зря такой уверенность в себе. Казалось бы, сложная техника, с возрастом, ничего подобного. Они получают удовольствие от того, что они образовались в какой-то степени и могут теперь владеть. И в интернет зайти. Возможности очень широкие появляются у них». Раиса Палкина ходит на курсы с первых дней работы класса. Уже может похвастать первыми результатами своих стараний. По средствам компьютера регулярно связывается с родственниками из других городов. Всю нужную информацию старается добыть из необъятного интернета. Это быстро и удобно. «Большие возможности. Я могу записаться в больницу через компьютер. В скайп сразу же я постаралась поставить. И через скайп, например, своего правнука, я первый раз увидела только по скайпу, потому что я не в Архангельске живу, а я в Наринмаре. Вот так. Очень хорошо. Компьютер очень помогает». Несмотря на приобретенные знания, готовиться к конкурсу взрослым ученикам помогали. Кому дети и внуки, кому работники библиотеки. «Сюда приходили девчата, нам помогали, подсказывали, готовили, готовились». «А дома помогал кто-то?» «Дома дети. Но дети ведь и как помогают. Я не понимаю, начинают нервничать, поэтому я понятно, что помогаю». Самыми продвинутыми в компьютерной грамоте стали Галина Безумова, Нина Лисицына и Майя Томилова. Они получили планшеты, чтобы и дальше совершенствовать свои навыки. Помимо этого победители представят Ненецкий округ на Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров в Москве. Алина Волчейская, Закир Вафин, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.